Четвертый год подряд горнолыжный комплекс ВСМПО «Мельничная» становится принимающей стороной областных соревнований по горному спринту. Салдинская трасса является самой оптимальной по всем параметрам для проведения таких состязаний. И поэтому организаторы отдают предпочтение именно «Мельничной». Мне кажется, что именно такие соревнования на горнолыжном спуске у нас вообще единственные в России проводятся. Есть аналог, такие соревнования проводятся в других странах. Вот недавно проходили соревнования в Норвегии. Лыжная трасса, как всегда, была подготовлена на высшем уровне. В городе в это время на асфальте были лужи, а на «Мельничной» еще белым-бело. Трассу мы начали с сегодняшнего дня, с утра подготовили. Снега достаточно хватает, просто в этом году он немножко порыхлей будет, чем раньше. А так снега очень много еще на склоне, так что можно еще кататься-докататься. Несмотря на то, что зрители в этом году, честно признаться, было словно год наплакал, наверное, потому что мероприятие выпало на будничное время. Жаркая борьба, онлайн-комментирование и приободряющая музыка компенсировали этот небольшой минус. Да и группа поддержки в числе родных и близких скучать не давала. Что сегодня у вас привело на горнолыжный комплекс «Мельничная»? Ну, у нас в соревнованиях участвует сын, пробует свои силы, поэтому мы пришли поболеть за него, за всех наших солдинцев. Ну и вообще для нас это праздник. Стартовал Равиль Медия, Рождественная солдат. По традиции «Короля горы» спортсмены должны были пройти отборочный этап. По его результатам лишь 16 из 24 участников продолжили дальнейшую гонку. В это число вошли и 7 солдинцев. Чем интересен горный спринт? Тем, что невозможно сказать, кто будет лидером. Интрига соревнований сохраняется до последних секунд. И поэтому так обидно растратить эти секунды при падении на крутом вираже или из-за неудачного прыжка с трамплина. Лидером по итогам первого дня стал спортсмен из Екатеринбурга Алексей Пирогов. Но за звание «Короля горы» предстояло еще побороться на втором этапе, который состоялся на следующий день. По словам организаторов, это новинка соревнований как способ еще раз доказать свои силы. На то он и король, что он должен иметь все. Участникам нужно было пробежать 150 метров классическим стилем. Из выбывших спортсменов формировались забеги «Надежды» и лыжники продолжали гонку. По итогам второго дня лидер сменился. Первое место занял наш салдинец Павел Соловьев. Кстати, по итогам двух дней соревнований Паша вошел в первую пятерку. До объявления конечных результатов оставались считанные минуты. Кто будет королем горы сегодня? Ой, это я даже. Я не могу. Спорт тут, как сказать, сильнейший выиграет. Сильнейший. Как ликовали салдинцы, когда на вторую ступеньку пьедестала почета поднялся наш земляк, капитан полиции Александр Камелин. По словам Саши, служба которого как опасна, так и трудна, занятие лыжными гонками – хороший способ поддержать физическую активность. В данных соревнованиях я участвую не в первый раз. Соревнования, конечно, очень интересного формата проводятся. В плане того, что это не классические лыжные гонки, что дает возможность спортсменам более низкого уровня, конечно, быть какими-то темными лошадками. В данных соревнованиях и уступать наравне с сильными спортсменами, ведущими спортсменами из Орловской области. Титул королевы горы заслужила спортсменка из Екатеринбурга, мастер спорта Галина Батурина. Мне вообще, в принципе, очень нравится. Я второй раз уже здесь. И надеюсь, что в следующий раз, если будут проводить, обязательно приеду. Гора ваша прекрасная. Люблю очень скорость, спуски, трамплины. Трамплины мельничной покорились не всем. Преодолев все преграды, звание короля горы 2012 завоевал екатеринбуржец Алексей Пирогов. Награда победителю и призерам – хорошие денежные призы. А чемпиону – корона из скрылатого металла, выполненная кузнецами цеха номер 4 ВСМПО. Такой в числе трофеев не только у Леши, вообще ни у кого нет. Нет, в этом году первый раз выиграл соревнования. Был в призах в предыдущих гонках. В этом году все получилось и выиграл. Корона опять уехала из Верхней Салды в другой город. Нашим салдинским спортсменам чуть-чуть не хватило до победы. Может, в следующем году получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова